мотор и так сегодня у нас 17 июня 2014 года мы находимся на базе удача волга точка ру алексей золотарев о изменении климата так алексей работает 2 камера поэтому будет версия с камера еще будут присоединяться люди алексей вам слова еще раз добрый вечер о панки одновременно отключение тут работает телевизор хорошая плазма с не менее хорошим звуком рассказывай 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 но она не мешает мы телевизору не мешаем а телевизор на меньше ну что еще раз попробуем воспользоваться вашим вниманием и попробуем прикоснуться к одной теме которые мне лично очень близко потому что я по образованию физик инженер физик закончил нефиль вечернее отделение то есть днем я учился вернее днем работал вечером учился и вот физика это когда мое всем рассказать инженер физик законе вот и учили мне ветерной физики но вот потом после чернобыля я переключился на гею физику и темы которые вот я сегодня хотел бы попробовать начинать озвучить звучит так изменение климата собственно изменение климата это и есть геофизика в чистом виде то есть так как ее чувствует человек на уровне обывателей не какие-то академии и не профессионал а именно уже простые рядовые люди на себе чувствует изменение климата а это именно есть геофизические изменения в природе так вот эти изменения климата сейчас уже замечают даже люди которые далеки от природы если они всю жизнь живут в урбанистических городах даже по одним репортажам из телевизора они могут догадаться что на планете идут очень серьезные глобальные масштабные изменения климата причем во всех поясах от экватора до полюсов с чем это связано официальные версии нету то есть только домыслы и адекватного внятного ответа со стороны академии наук нет то есть не только в нашей стране но и во всех миров то есть во всех странах европейских и в америке толком не могут объяснить причины то есть догадок много версии много вот объяснение близкого к реальности фактически нет так вот я бы сегодня хотел рассказать об одном конкретном примере не пустого теоретизирования а вот конкретных работ сделанных конкретными живыми земными людьми по изменению климата на земле в отдельно взятом регионе то есть это был уникальный эксперимент прецедентов которому в мире еще нет причем он произошел на памяти людей которые еще до сих пор живы он произошел 50 60-х годах в нашей стране то есть когда в отдельном регионе а это именно юг россии и юг украины стали сделал государственный проект который удался по линии геофизики то есть он изменил климат целого региона если подробнее то дело там в чем это было вызвано очень серьезной необходимостью и там вопрос о его жизни и смерти было свое время то есть до этого эксперимента было такое природное явление очень широко распространено в этом регионе как суховей то есть это очень серьезная опасная вещь когда сухой жаркий ветер летом выжигал урожай то есть реальная земля горела и на ней не вырастало нужных растений то есть там живых оставались вот только живое существо на уровне бактерий маленьких червячков все остальное просто выжигалось то есть вот что такое суховей наберите любой поисковик в википедии все это прописано то есть это жаркий сухой ветер в солнечную ясную погоду при антициклоне ветер небольшой не ураганы без торнадо но он дует выжигает так что получается как бы какой-то дополнительный температурный фактор который ждет урожая погибали в среднем где-то раз четыре года это был серьезный вещь и и когда была система капиталистической стране то это были серьезные проблемы которые назывались голодом и многие крестьянские семьи реально погибали именно от нехватка продовольствия и помогали им только в частном порядке то есть когда после революции 17 года у нас сустава централизована государство сделано себя заботу о людях с организацией алкогол колхозов и прочее эта проблема она частично было снята но только за счет того что сами суховей не убирались а просто помогали с продовольствием когда случались неурожайные то есть вот такое явление было до 50-х годов стали принял решение о воздействии на климат определенные методы и после этого воздействия это физическое явление прекратилось еще раз повторяю то есть климат огромного региона изменился благодаря определенным действиям которые были сделаны стали на 50-60 года то есть вот это не факт то есть это факт это не выдумка это не популизм и то есть это не какая-то фантастика которая пишет писатели там или журналисты высасывали спать то есть это реальная вещь которая утверждена фактами о которой много документов документов то есть широкомасштабнейший проект и следы вот этого воздействия до сих пор еще видны заметно то есть каждый может перепроверить то есть это знаете не конспирологической версии про который знаете многие говорят но никто не может доказать а вот тут наоборот версии не конспирологическая самое что у меня есть фактология стопроцентно потому что например один из факторов воздействия это были лесопосадки то есть это огромные широкие полосы которые тянулись на несколько тысяч километров северной и задерживали продвижение например циклонов запада на востоку так вот эти лесополосы которые были посажены 50-60-х годах они остаются до сих пор то есть вот это один из главных как бы доказательств который может увидеть любой человек посмотрев на карту нашей стране допустим через космоснимки гугловский или яндовской то есть там видны огромные полосы которые которые протянули север на юг и это вот как раз одни из немногих рукотворных объектов которые видны из космоса то есть например даже великая китайская стена не видна из космоса на всякий случай то есть космонавты и не видят потому что у нее ширина узкая а вот у лесополос лесополосы видят потому что там ширина огромная бывает до 200 метров и самое главное длина тысячи километров так вот значит теперь все по порядку то есть вот было такое явление как неурожайные голи которые были вызваны природными факторами эти природные факторы изучались учеными то есть решение проблемы конечно началось не с нуля началось оно если точно сорок восьмого года почему потому что сорок шестом сорок семяном годах послевоенные тяжелые годы были как раз именно неурожайные вот эти вот годы в тех регионах когда пострадал очень много людей то есть это вот реальный факт который вот многие виние в вину именно стали хотя тут виноваты именно природные факторы не стали наоборот сталин только свел к минимуму потери а плюс еще принял такое решение кардинально который до сих пор еще никто не может не хватает духу повторить хватает концентрации интеллекта и силы воли чтобы повторить хотя бы маленьком масштабе вот этот вот это действие по изменению клиента так вот по порядку то есть исторически как сложилось когда были эти неурожайные годы стали надоложили о потерях и результатах он вызовут себе ученых которые занимались этой проблематикой выяснилось что действительно многие несколько ученых эту тему серьезно разработали и были много наработки например по лесопосадкам и по сельскохозяйством обработки земли для того чтобы как-то повлиять на микроклимат то есть собрав вместе сконцентрировав все знания об этой проблеме он приказал своим помощникам выработать программу то есть эта программа была разработана в короткие сроки и она стояла огромных денег то есть это были миллиарды советских рублей и тем не менее сталин принял это решение это было достаточно тяжелое решение причем потому что война после война принесла много разрешений люди голодали то есть не хватало элементарных вещей по продовольству питания по жилью то есть можно было бы эти деньги потратить на то чтобы людей получены кормить лучше одеть и дать жилье одно было принято решение все-таки именно такие классальные средства бросить на климатическое изменение то есть реально на преобразование природы для того чтобы обезопасить страну от продовольствия не провели проблемы то есть чтобы решить продовольствие вопрос то есть говорится обеспечить продовольственную безопасность были сделаны такие колоссальные вложения программа рассчитанные на несколько десятилетий то есть 20-25 лет сразу же сорок восьмого года началась работа по озеленению по прогрозованию значит возведению плотин на малых реках и возведению каскады гекс на волге для того чтобы плотины на этих реках поступали в канал орошения то есть это была огромная программа по зеленению и по орошению многих земель и плюс еще по удержанию влаги за счет определенной схемы севооборотов если забежать вперед можно сказать сразу что сама программа дала плоды практически сразу ну реально где-то через семь-восемь уже почувствовали то есть прекратились сухове это раз и плюс еще заметно начала повышаться урожайность полей которые находились вблизи этого региона больше того через двадцать и тридцать лет все это почувствовали еще более остро почему потому что урожаи повысились намного климат повысится заметно и самое главное также еще побочные дополнительные явления то что вот высаживал вдоль этих озеленительных полос определенные сорта деревьев которые еще доволи дополнительный как говорится продовольственные фактор то есть этого яблочно и косточковые структуры то есть то есть это груши яблоки абрикосы и плюс кустарники особенно смородина смородина кружок н olds и прочим это дополнительный продовольственный фактор который поддерживали людей в трудные годы то есть вот эти лесополосы видно сейчас их заметно куда не делись хотя вот Конечно, хищническое истребление придется сейчас, то есть самозахват земель для велоначальников, для построения коттеджей, не уход за некоторыми полосами, но все равно фактор настолько был сильный, что он воздействует даже до сих пор. Что можно на сегодняшний день извлечь для себя, чтобы использовать это в будущем? Это в первую очередь методы информационного воздействия на общество, которое делалось там, сопровождая этот проект. Я это говорю почему? Потому что у нас специализация, по крайней мере нашего канала, это все-таки воздействие на общество не какими-то силовыми методами, не какими-то террористическими, боже упаси, не какими-то угрозами, не юридическими, не финансовыми, а не силовыми, а только информационными. Потому что у нас достаточно ограниченный финансовый ресурс. Что мы можем? Мы можем воздействовать словом, мыслями. И вот информацию об этом эксперименте, об этом выдающемся действии, мы просто хотим рассказать подробнее, для того, чтобы вы это осознали, проверили и сделали перепост, как говорится, растираживали, чтобы это пошло в народ как можно шире. Так вот, когда Станин делал вот этот проект, который оказался сверхудачным, сверхрезультативным, он это обеспечивал, подумал, естественно, об информационном сопровождении. То есть тогда не было таких коммуникационных средств, как интернет, телевидение, как сейчас. И несмотря на это, он все-таки довел эту информацию до миллионов людей, и миллионы людей поддержали этот проект и нашли отклик у многих людей. Почему? Потому что, во-первых, было открыто сказано о причинах, о последствиях, и о тех трудностях, которых надо будет преодолеть, чтобы люди знали, что они делали. Потому что, вот, например, сейчас происходят такие процессы в экономике, что вот многие люди, они не понимают, что делается в каком-то долгосрочном периоде. То есть вот многие понимают, допустим, что нужно делать в течение месяца, года, двух-трех лет, допустим, по своей работе, тростят туда, заработают столько, это купят, это. Но что делает вся страна, в целом экономика, ну, ясности нет. То есть куда идет страна, какую цель достигается, то есть какие программы. То есть вот что мы строим, социализм, коммунизм, демократизм, что вот конкретно, или наоборот, разрушаем социализм, разрушаем капитализм. То есть внятного ответа до сих пор нет. А вот тогда Сталин, собственно, давал очень внятные ответы на эти вопросы. То есть он четко показывал проблемы, указывал цель, пути ее разрешения, открыто говорил о трудностях. А трудность заключалась, собственно, в том, что несколько лет придется пожить, как говорится, затянув пояса. То есть это, поскольку стоило огромных денег, то открыто признавалось, что, ребят, в ближайшие годы уровень благосостояния расти будет не быстро. То есть об этом было сказано открыто, не скрывалось, говорилось открыто. Но это стоило того, почему. Потому что это давало выигрыш в будущем нашим, так сказать, последующим поколениям, то есть детям и внукам другим поколениям, потому что это привело бы к изменению климата, и наши дети и внуки получили бы более лучшие условия, чем мы. И поэтому взрослые люди, то есть родители, они на это шли сознательно и спокойно переносили эти трудности. То есть трудности в повторяющий раз были главные, это все-таки достаточно скромная жизнь. То есть без загранпоездок, без автомобилей, без отдельных квартир, без телевидения, без интернета, но без больших бытовых удобств. То есть скромная одежда, скромная еда и скромная жизнь. То есть люди многие годы это жили, осознавая, что это нужно, и что их деньги, их налоги, их труд, он не уходит в песок, он не уходит на коттеджи начальника, он не уходит на вил олигархов, на постройку яхт Абрамовича. Он идет в дело, то есть он вкладывается в страну, и страна получит отдачу, в том числе как раз через вот эти вот геофизические эксперименты. Так вот, эта программа, она была рассчитана лет на 20-25, было намечено много работ, и эти работы, к сожалению, начали сворачиваться после смерти Сталина, после 1953 года. То есть когда власти пришел Хрущев, деньги, выделенные на эту программу, стали разворовываться по другим программам. То есть очень тупо, очень, так сказать, откатно, то есть так, как сейчас вот люди видят в больших масштабах. И поэтому сама программа до конца выполнена не была, но результат она все равно дала класса нищих. То есть повышение урожайности полей, изменение климата, и самое главное, это было обеспечено продовольственной безопасности страны. Вот, и плюс еще урожайность полей и состояние чернозема в тех регионах, оно стало только повышаться. Почему? Потому что вот эти вот лесополосы, то есть сама зеленка, то есть вот этот биоциноз, он так улучшил круговорот веществ, что сила черноземов и их отдача только увеличилась. Так вот, что должно привлечь нашего внимания? Это информационное сопровождение проекта. Он это обеспечивал в первую очередь через газеты, через определенные листовки, плакаты и даже некоторые фильмы, и еще некоторые объекты, которые сейчас можно увидеть и самим убедиться. То есть лично мне больше всего нравится вот что. Это станция метро Павелецкая Московского метрополитона, была целиком посвящена этой тематике, и оформление станции отражало как раз этот проект. То есть, например, на нижних ярусах, там, где ходят поезда, на перронах, отделка станции, отделка вот этих стен и колонн, была как раз сделана в виде изобилия продовольственного, то есть показывают виноградов, рудников и прочее. То есть это каждый может приехать и видеть. Более того, когда поднимаясь по эскалатору наверх, вот в центральный зал, на уровне земли, то есть на любую точку, там, позади эскалаторов, на стене висит огромное цветное панно из бронзы, показывающий сам проект. И там как раз указаны семь лесополос в федеральном значении, которые были тогда высажены вот длиной тысячи километров. На их названии, где они проходят, их изгибы и контуры, они повторяют точь-точь, которые были изображены на карте. И был, собственно, главный лозунг. То есть засуха победим, природа преобразуем, то есть для благотрудящихся. То есть вот это панно висит. И сам зал верхней точки метро Павелецки по верхнему фризу архитектурно сделан, оформлен в виде такого мозаичного панно, где показаны цветущие поля. Ну, как бы символизирующие, отражающие богатство земли и то, что оно дает, собственно, людям. То есть это продовольствие, это овощи, фрукты, зерновые. И все это было красочно и ясно. И плюс еще на колоннах, в промежутке между картинами были написаны слова той песни, которые как раз вот эту идею придумали о том, что это делается именно для победы над засухами, и для улучшения климата, и для преобразования природы. То есть вот природа в каком виде она досталась людям, люди дальше после своей жизни оставили ее более усовершенствованной и преобразованной. То есть они не разворовывали, не расхищали, не грабили, а только улучшали. То есть это было в силах людей, и это было отражено именно в оформлении в этой станции. Поэтому еще раз говорю, что проверить это может каждый человек. Просто приедьте на станцию Павелецкого, или будете мимо приезжать, просто обратите внимание на оформление этой станции. Просто обратите. Плюс еще, вот мы в свое время успели сделать тоже один дополнительный ролик. Он тоже сейчас в интернете гуляет, там просмотров не очень много. Он так и называется «Изменение климата Юга России. Геофизический эксперимент Сталина». То есть если вы наберете эту фразу, то этот ролик вылетает как раз в топе, и там я более подробно рассказываю, плюс еще показываю иллюстрации того, как это делать. То есть плакаты того времени, марки того времени, странички в энциклопедии и некоторые еще другие вещдоки. То есть вещдоки, которые можно проверить. То есть повторю еще раз название того ролика «Изменение климата Юга России». То есть можете это проверить, там более подробная информация есть. И еще, что хотелось бы добавить. То есть вот мы сейчас вот этот ролик делаем как раз в одном очень хорошем месте, таком вот экологически чистейшем. То есть это родная база на Волге, где проводятся очень интересные мероприятия, интересные с точки зрения здоровья и сохранения природы, и изменения мышления в лучшую сторону. То есть вот раболовный турник. Поэтому вот на эту тематику мы выбрали как раз это направление сегодняшнего разговора. Так вот, что характерно, на что хотелось бы обратить внимание и привлечь силы наших слушателей, чтобы они сами подключались к этому процессу, это вот что. То есть варианты преобразования природы, они возможны. Причем и в одну, и в другую сторону. То есть как в сторону ухудшения природы, так и в сторону улучшения. То есть вот, например, мировые корпорации, вот насколько мы знаем, насколько знают даже школьники, им наплевать на природу, им наплевать на биосферу, на планету, уж тем более на людей. И поэтому их действия, промышленные действия, они несут в себе фактор разрушения биосферы. Ну, помимо производства нужных вещей, то есть вот отягчающий фактор вот этих вот корпораций, это именно уничтожение природы. И если мы до сих пор не погибли, то это только потому, что, во-первых, природа сильна, и во-вторых, потому что есть фактор противодействия этому процессу, который заключается в том, что вот находятся миллионы людей, которые делают процессы против этого. В том числе, например, проект Сталина по преобразованию природы. Так вот нам сейчас, вот на сегодняшний день, вот начало 21 века, вот 14-й год. Я вас хочу заверить в том, что вот в ближайшее время нам придется преодолеть очень мощные трудности по преодолению природных катаклизмов. То есть, во-первых, климатического плана, и плюс еще геофизического. То есть, когда конкретные проявления, например, ураган, землетрясение или потоп или цунами, будут приносить такие бедствия, что вот на их устранение будут отвлекаться колоссальнейшие силы цивилизации, вместо того, чтобы эти силы были потрачены на совершенствование людей и на развитие цивилизации. Так вот, пойдет большая, серьезная волна именно геофизических аномалий, что экономика целых стран будет задействована только на МЧС. То есть, вот реально, сейчас все-таки экономика многих стран сбалансирована достаточно хорошо. То есть, часть на оборону, часть на шарпотреб, то есть, как бы на самопотребление, часть немножко на МЧС. Так вот, когда идет война, то вся экономика работает только на Министерство обороны. Это понятно. То есть, надо выжить, надо победить. Так вот, в ближайшее время нас ждет такой период, который можно назвать экономика катастроф. То есть, к этому привели, собственно, действия международных корпораций, которые подвели биосферу к тому критическому уровню, когда действительно целые регионы будут думать только о выживании, и вся их промышленность, и экономика будут думать только о том, чтобы обеспечить свою МЧС элементарной для выживания. Будет такое. То есть, это, собственно, эти корпорации не скрывают. Эти теневые структуры, они открыто говорят о том, что, ребят, мы хотим вас, человечество, 6 миллиардов уничтожить. Как минимум, хотя бы 5, чтобы оставить 1 золотой миллиард. То есть, если продаутаивает о том, что потом этот золотой миллиард уничтожить, чтобы оставить золотой миллион, потом золотую тысячу, потом золотую сотню, они об этом молчат. Да, но это, знаете, вот если человек умеет считать, что-то по арифметике, он же прекрасно поймет, что под этой красивенькой фразой «золотой миллиард» скрываются другие цифры. Золотой миллион, золотая тысяча, золотая сотня, потом золотая дюжина, и в этой золотой дюжине они перегрызут друг друга глотки, как тараканы в банке. И в результате кто останется? Так вот, вороны, крысы и кто? Комары. Поэтому эта программа, она не воплотится в жизнь. Программа золотого миллиарда именно потому, что ей будет дано очень мощное противодействие с нашей стороны. Так вот, это действие будет заключаться на первых шагах только в виде информационного воздействия. И это информационное воздействие, на мой взгляд, в чем оно должно заключаться? В том, чтобы распространить среди людей знание о том, что можно преобразовывать природу, причем делать изменения в лучшую сторону. То есть улучшать климат, улучшать почву, улучшать леса, поля, луга, растения. Можно. Причем в колоссальных масштабах. Вот один из примеров. Это как раз тот эксперимент, который сделал Сталин в 50-60-х годах. И еще один такой момент по поводу изменения климата. Значит, смотрите. Техника сегодняшнего дня выросла сейчас до такого уровня, что она может спокойнее вмешиваться в метеорологические процессы. То есть можно управлять климатом в маленьких масштабах, на маленьких регионах. То есть, например, разогнать туман над аэродромом русские инженеры умели еще в 70-е годы. Называю конкретное имя. Лев Александрович Пахмельных. Русский инженер. Один из первых в мире занимался этими разработками по воздействию на аносферу определенными излучателями для того, чтобы разгонять туман, разгонять облака и разгонять грозовые тучи. У него это получалось. Больше того, сейчас он дошел до такого уровня, что он работает сейчас, например, в Мексике по заданию правительства. Он в определенные дни над столицей Мехико вызывает дождь, когда выпадает очень большая жара. То есть там многомиллионный город в Седловине, в большой котловине, если нет ветра, там люди задыхаются, жара 50 градусов, элементарно люди умирают, потому что, чтобы как-то сбить накал жары, вызывает дождь именно установками инженера Льва Пахмельных. То есть вот он сейчас работает реально. Еще эти технологии известны, открыты, они запатентованы. То есть у него все это было достаточно достаточно построено. Эту технологию могут использовать любые страны, в том числе может и Америка соседняя, но она предпочитает делать технологии в 10 раз дороже по другой технологии. Понятно почему, потому что там откатные традиции еще сильнее, чем у нас. Им там выгоднее побольше денег потратить для того, чтобы побольше денег положить себе в карман по госзаказу. Поэтому этими технологиями американцы не пользуются, хотя прекрасно о них знают, наслышаны и тоже в некоторых вариантах они их уже задействуют. Так вот, со временем мы научимся управлять климатом и на более огромных регионах, на огромных площадях именно для того, чтобы управлять этими катастрофами, а именно не допущение катастрофы в определенные места. То есть управлять этими катастрофами теоретически можно, базовые научные открытия сделаны, осталось только довести это до практики, и как это будет примерно выглядеть. То есть если по каким-то данным мониторинга видно, что в каком-то регионе рядом с каким-то населенным большим городом возникает очаг, допустим, землетрясения, то со временем мы научимся техническими средствами это подступающее землетрясение рассеивать. То есть повторяющий раз. То есть как минимум управлять, это, например, допустим, его спровоцировать в нужное время, чтобы, допустим, была меньшая мощность. Или, допустим, спровоцировать его так, чтобы это землетрясение пришлось, допустим, не на ночное время, а на дневное, когда люди готовы и не спящие, и спокойно, допустим, людей вывезти за город, эвакуировав заранее. Или, допустим, сделать это не в будний день, когда на работах, а в выходной, чтобы люди предупредить заранее, они вышли, подготовились или хотя бы ждали первые толчки на улице, а не в домах, где более повышенные опасности. А со временем, более того, научиться даже и рассеивать эти землетрясения на подступах к определенным точкам. Более того, со временем дальше пойдет еще больше, что вот энергию землетрясения научиться использовать в мирных целях. То есть, допустим, для выработки электроэнергии или, допустим, для выработки синтеза воды, чтобы пролился, допустим, дождик и растил какую-то пустыню или, наоборот, осуществил какое-то болото. То есть, вплоть до этого. И еще такой момент. Есть очень интересные наработки. То есть, они до конца еще не хорошо просчитаны. То есть, то, что я видел, но они еще достаточно сырые, но сам посыл научный по линии геофизики он правильный. Он заключается вот в чем. Существующие линии электропередач высокого напряжения, так называемые ЛЭП, можно будет задействовать под второй цель. То есть, сейчас у них цель только передача электроэнергии. но вот сеть, которая опутала большие регионы, она влияет на климат тем, что она меняет геомагнитный каркас земли. Так вот, со временем мы научимся пользоваться этим, этой сетью ЛЭП для того, чтобы воздействовать на иносферу и воздействовать на климат. То есть, допустим, либо вызывать дожди, либо уменьшать их мощность. То есть, повторяю еще раз, со временем это будет сделано, потому что базовые научные открытия к этому уже сделаны. И еще один момент, то есть, вот, такое вот необходимое такое отступление, которое тоже вы должны знать, это вот, сейчас многие говорят, такую фразу «климатическое оружие». И в первую очередь упоминает систему ХАРП, в которой американцы установились на Аляске, то есть, это воздействие на иносферу. Так вот, хочу вам всем сказать, как бы открыть глаза, кто этого еще не знает. То есть, американская система ХАРП, которая работает по программе климатического оружия, она работает на тех физических принципах, которые впервые в мире открыл русский инженер Герман Гетмансон. То есть, это инженер из Нижегородского института радиотехники. То есть, это научное открытие, которое он сделал. То есть, это научное открытие, которое он сделал, оно зафиксировано в реестре научных открытий СССР. Повторяю еще раз, то есть, в Советском Союзе был сделан реестр научных открытий, где научные открытия фиксировались по разным областям и государство защищало эти открытия по полной программе, поддерживало и развивало. То есть, вот одно из открытий, как раз, это было сделано инженером Гетманса по воздействию на анасферы для того, чтобы возбуждать там определенные токи. Делалось это нагреванными стендами, которые стояли на поверхности земли. Так вот, по этому же принципу и работают установки ХАРП. К чему я все это говорю? Во-первых, к тому, чтобы люди, как минимум, не пугались того, что СМИ иногда пугают обывателей тем, что вот, ах, у американцев климатическое оружие, ах, мы все погибли, ах, мы пропадем, ах, мы не вооружены, ах, мы бессильны, значит, мы уязвимы. Ничего подобного. У нас, как минимум, есть система антиохранения. Это как минимум. Второе, все это достаточно легко контролируемое, подается противодействие, не говоря уже о том, что система разведки, там, внедрены свои люди и делают свое дело. Больше того, на этих установках работают наши сотрудники открыто и легально. То есть, вот, если вы посмотрите документы, почитаете, то есть, как минимум, на сайте реестра научных открытий, там указаны конкретно номера грантов, которые получали русские инженеры, которые работали в их программах какое-то определенное время по контракту. Полгода, год, полтора года. То есть, эти установки, разбросаны их несколько по всему миру, и они иногда задействованы в общих, единых научных проектах, в которых участвуют специалисты разных стран. То есть, многие проекты открыты и прозрачны. Вот, и в целом, эта программа, она контролируема. То есть, тут не надо наглядать лишние страсти, то есть, надо открыто признаться, что, да, действительно, есть теневые структуры, которые хотят использовать климатическое оружие. Но есть еще достаточно много государственных программ и межгосударственных программ, которые это дело все-таки контролируют достаточно хорошо. Но не говоря уже о том, что работают спецслужбы, которые эти процессы контролируют еще жестче. Так вот, что касается вот нас, которые далеки от спецслужб и от высоких, так сказать, принятия решений в высоких кабинетах о войнах и прочее, что мы можем, собственно, сделать? Это мы, как минимум, должны понимать меру своего понимания хотя бы в областях знаний, таких как физика и геофизика, и элементарно знать, элементарные вещи о том, какие процессы работают в атмосфере и в геосферах. А для этого нужно хотя бы знать элементарные вещи о том, какие были научные открытия и сделаны. То есть это как минимум школьники должны хотя бы знать о том, чтобы было научное открытие Гетманцева, русского инженера Гетманцева, который сейчас используется в различных целях, в том числе и для создания пневматического оружия. То есть вот хотя бы эти элементарные знания, вот эти азбучные истины надо распространять среди людей, в первую очередь среди школьников. То есть информация есть, выложена в интернет, доступна, прозрачна. То есть вот достаточно просто набрать в любом поисковике, хотя бы фразу «Реестр научных открытий СССР» вам вывалится список из 400 открытий отдельный сайт. Он так называется «Роснаука.народ.ру». Я выложил его еще в 2010 году. Эта информация доступна. Там подробно прописано и в том числе и об этом открытии, и об остальных тоже. Изучайте эти материалы, знайте это, не поддавайтесь на страхи и угрозы и просто попробуйте подумать, что вы конкретно можете сделать, каждый на своем месте, для того, чтобы принять участие в процессе преобразования природы. То есть в ближайшее время эти преобразования будут более масштабными, то есть это откроется колоссальнейшая программа, многомиллиардная, именно по воздействию на климат и по воздействию на природу, а для этого понадобятся специалисты. То есть специалисты, которые бы понимали процессы, знали, были бы готовы. Поэтому, собственно, вот я хочу закончить как бы свое обращение к вам обычным обращением. Вот как нас учил в армии старшина, он говорил хорошую фразу, которую сейчас помню. Изучайте, изучайте матчасть вашу дивизию. Говорил он, то есть абсолютно правильные слова. То есть изучать надо материалы. То есть материалы по этим темам изучайте, прошу вас, и если есть возможность, сделайте перепост и тиражирование для того, чтобы вот альтернативные науки. И вот эти скрываемые знания распространялись среди людей. И самое главное, изучайте их сами. Ну вот сегодняшняя тема по преобразованию природы. То есть базовые вещи я вам дал. Ссылки на этот ролик по изменению климата Юга России мы дали. В будущем мы еще эту тему будем касаться по преобразованию природы и по ну как по борьбе допустим с опасными явлениями, например, как мутация растения. То есть мы хотим сделать отдельный ролик по борщевику. То есть кто не знает, еще раз поясним, что борщевик это определенное растение, которое отамутировало до такой степени, что стало ядовитым. И оно может вызывать на теле людей ожоги вплоть до летального исхода. То есть очень много случаев, когда люди погибали от контактов с борщевиком. То есть я подробно об этом расскажу. Сейчас на ночь глядя не надо так лишний раз пугаться. То есть что мы можем сделать, что может сделать один человек, то есть 10 или объединенных в какую-то большую общность или коллектив даже разрозненный. Что мы можем сделать, мы постараемся рассказать в одном из роликов с Ярославом Старухином с выездным показом, демонстрацией, демоверсией, что можно конкретно сделать в разные вегетационные периоды. Весной, летом, осенью, даже зима с этим растением борщевиком. То есть как можно вписаться в природу с созидательными действиями. Не с разрушающими, не хищническими, не потребительскими, а именно с созидательными конструктивными действиями. То есть вот на этом я хотел бы остановиться и узнать у наших слушателей, как было слышно, какая картинка, какой звук, какие вопросы, какие комментарии, какие предложения. Прием, слышим вас. Все кнопки нажимали? Вопросы были? Вопросы? Сейчас посмотрим. Мы не слышим. Звук не проходит? Или что? Мы не слышим звук не проходит? Вопросов нет. Когда ожидать ускорение по смене пылесов? Ребят, не надо бояться перепылесовки. То есть вот эти страшилки, смена пылесов, проникой эффект, понимаете, там все намного сложнее. То есть вот, понимаете, журналисты закидывают дохлую кошку и вот мы нюхаем вот эту вонку. Понимаете, вот перепылесовка это не страшно. Потому что, понимаете, магнитное поле Земли кардинально от этого не изменится. То есть вот не исчезнет и аносферный слой, и озоновый слой, то есть не будет погибнуть впоследствии от того, что сменится полис. Абсолютно нет. То есть это просто надо понимать элементарные законы физики. Почему? Потому что на Земле не так достаточно других магнитных аномалий, которые удержат магнитное поле балансы. Удержится спокойно баланс кислорода и углерода и всего остального и мы не задохнемся при этом перепылесовке. Этих перепылесовок были уже сотни и ничего не погибали, а погибали от других вещей. в первую очередь от незнания. То есть просто элементарно поизучайте этот вопрос. То есть за счет чего? То есть какой фактор поражения от перепылесовки? Ну вот был плюс, на северо потом поменяется. Ну и что от этого заменится? То есть журналисты, когда они пишут, они не понимают, что они пишут. Они не соображают. Им просто кажется вот как красиво фраза. О! Перепылесовка! И вот нагнетают страсти, чтобы люди на ночь плохо спали и плохо учились. Ребята, не надо бояться лишний разный. Не так страшный черт, как его молюют. Эти полюса магнитные нужны для того, чтобы держать баланс в ионосферах и поддерживать балансы диспропорции в газовой сфере и в ионосферах. Они и так удержатся, если поменяются полюса. Есть магнитная аномалия. Вот знаменитая Курская аномалия. Она тоже выполняет свою функцию по поддержанию в этих балансах. И сразу все полюса они не могут поменяться, потому что в геосферах такая устойчивость. что от смены двух полюсов ничего не произойдет. Это раз. И второе, нет адекватных точных расчетов, которые показывали, чтобы в ближайшее время эта переполюсовка произойдет. То есть шума много, разговоров много, пуганий много, страха много нагнали. А реальных расчетов лично я не видел. То есть я отслеживаю этот вопрос. То есть я вот не просто прочитал статью о переполюсовке. И в первую очередь я смотрю, есть ли ссылки на конкретные научные работы, чтобы конкретный какой-то научный работник поставил свою фамилию, свою подпись под какими-то работами, исследованием и измерениями. Нету таких измерений. Я не видел, не нашел. То есть вот кто-то сделал измерение, вывел формулу, подвел теорию и выложил это, и доказал, что вот будет, нету этого. Это просто красивая фраза. Все попугать людей. Так же, как и про Никола и Фета все остальное. Так что, поэтому конкретный вопрос, когда следует ожидать, вот конкретный ответ. Ребят, не надо ожидать, знаете, нападения черной кошки в черной комнате, особенно, когда этой черной кошки в этой комнате нет. И сами вы не в этой комнате, а находитесь в светлом, чистом поле. Вот мой ответ. Спасибо. На этом и завершаем. Я предлагаю на этой оптимистической ноте, светлой, а не темной ноте, на сегодня прерваться и подготовиться к нашим будущим репортажам и трансляциям. Извините, что так поздно вышли в эфир технические накладки. В следующий раз постараемся пораньше в прайм тайм попасть, чтобы нас услышало побольше людей. Фомин Войн Дмитриевич подключился на самый финальный стадии. Он же слышал вас, да? Нет, нет, нет. Он только что подключился. Или вы нас слышали, Владимир Владимирович? Я только вошел. Ну, жалко, да. Вот пишут, Виталий Лизков пишет, большое спасибо за лепестки. Случайно. Ну все, тогда до завтра, Владимир Владимирович. Записи посмотрите. Как там рыбка у вас сейчас? Долится? Сейчас люди отдыхают. Отдыхаем? Да, да, да. Завтра будет второй этап, мы завтра оттранслируем. Да? Да. Так что завтра следите, мы завтра, то есть 4 утра подъем, мужики встают, в 5 утра стартуют, к часу и ждем, и будет заключительный этап, когда будет подведен общий итог, и определенные победители, это мы оттранслируем, вы посмотрите, вам понравится. И мы поедем в Москву. Да, и мы в 4 часа планируем отправляться в Москву, если не будет в сторону. Нам все-таки Волгу пересекать. У вас там хоть тепло сегодня? Сегодня свой туп-туп, да, перемены, погода. То есть 2 раза дождь клевануло, а так все не солнце. Помимо, помимо. Сюда, сюда встань. Владимир Дмитриевич, у нас тут и Владимир. Владимир Дмитриевич, здравствуйте. Как у вас дела, как настроение? Страна должна знать, что это герой. Настроение худрое. Отлично. У нас тоже хорошее настроение. Природа хорошая, так отдых с небольшой работой, замечаем. Вот у меня почему-то камера не включается. Главное, что я вас вижу, главное, что я вас поприветствовал. Всего доброго. Ну все, счастливо. Хорошо. Счастливо. Все, большое спасибо, дорогие друзья. Это 17, какой 17? 17 июня 2014 года. База удачи. Нам очень удачно повезло. Алексей Золотарев был с нами. Получит удачный повезло. Здесь у нас. Стоп снят. Значит. Все, всем до свидания. Спасибо. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok